Добрый день! Глубо уважаемые члены диссеркционного совета, утвержденный состав диссеркционного совета ПДС 0200-006, 15 человек, присутствует 10, из них 3 доктора по профилю рассматривая диссертацию. Таким образом, курум есть, разрешите открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации Власкина Астасия Сергеевна на тему «Модели с эластичными трафиками и сигналами для анализа и расчета показателей эффективности нарезки сетевых ресурсов». Я думаю, не закрывать, а то мы задохнёмся. Диссертация представлена в соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 «Теоретическая информатика и кибернетика». Научный руководитель, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры показателей информатики и теории вероятностей факультета физико-математических и физических наук РУДН Кочеткова Ирина Андреевна. Нет ли возражений по повестке дня? Нет. Если возражений нет, тогда приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре информационных технологий РУДН. Официальные оппоненты Моисеев Александр Николаевич, Парамонов Александр Иванович и кандидат физико-математических наук Агеев Кирилл Анатольевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученым и секретарю совета Анастасия Вячеслава Недемидова. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Анастасия Вячеславовна. Анастасия Вячеславовна. С мая 2023 по 31 мая 2023 прикреплена для датчиков медицинских экзаменов по специальности теоретической информатики и кибернетика. С мая 2013 по мая 2016 прикреплена на капитулу, в мае 2023 прикреплена на капитулу рекламной информатики теории вероятности РУДН для подготовки и защиты диссертаций по специальности 1, 2, 3, прикладная 1, 2, 3, теоретическая информатика и кибернетика, в которой подготовлены диссертации. В период подготовки диссертации Анастасия Сергеевна являлась ассистентом кафедры прикладной информатики и теории вероятности, в настоящее время, как это теория вероятности и кибернетика и безопасности, где она продолжает работать в настоящее время. Все необходимые документы ГРИЛИ представлены в СССР в полном объеме имеются в личном деле. Материалы личного дела, документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения посередине ученых степеней в Российском университете ГРИЛИК и Народка. Спасибо, Елена Славовна. Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Если вопросов нет, тогда слово предоставляет соискателю доклада. Пожалуйста, ограничьтесь 20 минутами. Будьте великолепны. Уважаемый председатель и члены диссертационного совета, предлагаю вашему вниманию доклад по моей диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, модели с эластичным трафиком и сигналами для анализа философии, показателей эффективности нарезки сетевых ресурсов. В сетях пятого и последующих поколений одной из важнейших концепций является технология нарезки сети, которая позволяет разделять ресурсы базового оператора между сегментами сети для виртуальных операторов. Отношения между сторонами регламентируются соглашениями о качестве обслуживания, где в том числе указаны распределение ресурсов в условиях нормальной нагрузки. Такое распределение будем называть начальным. При изменении нагрузки на сеть могут возникать ситуации простоя одного сегмента при наличии ожидающих начала обслуживания запросов другого сегмента. В таком случае можно использовать динамическое перераспределение ресурсов, которым управляет контроллер. Он периодически направляет служебные сообщения, сигналы по проверке необходимости перераспределения ресурсов. С одной стороны, частые сигналы позволяют гибко подстроить нарезку под потребности виртуальных операторов, с другой стороны, увеличивается сигнальная нагрузка от служебных сообщений. Поэтому возникает задача выбора процедуры и объема перераспределения ресурса по сигналам контроллера с учетом трех факторов. Это соответствие начальному распределению ресурса и его использованию, а также доля сигналов, которые привели к перераспределению ресурса. На данном слайде представлены основные ученые, которые занимаются анализом беспроводных сетей, в том числе с нарезкой радиоресурсов. В диссертации использовались методы теории массового обслуживания и математической теории телетрафика. Для моделирования услуг, передачи данных, которые генерируют эластичный трафик, в работе была использована дисциплина разделения процессора. Служебные сообщения контроллера описаны в виде внешних событий сигналов, а для получения стратегии управления объемом перераспределения ресурсов применена управляемая система массового обслуживания. Таким образом, целью работы является разработка моделей с нетерпеливым эластичным трафиком и минимально гарантированной скоростью передачи данных для анализа и расчета показателей эффективности динамической нарезки сети по сигналам контроллера. Для достижения этой цели поставлены две задачи. Первая задача – это разработать модели для двух видов стратегии управления ресурсами, сфиксированной и с управлением выбора объема перераспределяемого ресурса. В первом случае функция, которая задает стратегию, задается аналитически, во втором случае видит таблица значений. И вторая задача – это провести анализ показателей эффективности динамической нарезки сети с учетом трех перечисленных ранее принципов. Из целей и задач вытекает оглавление работы. Глава 2 содержит результаты по модели с фиксированной политикой. И они же отражены в положении 1, выносимом на защиту. Глава 3 содержит результаты по модели с выбором объема перераспределения ресурса – это положение 2, и имитационная модель для произвольного числа сегментов – это положение 3. Отличу также, что в главе 1 представлены результаты предварительных исследований. Все модели в виде системы массового обслуживания построены в экспоненциальных предположениях, в том числе поток сигналов контроллера – это параметр дельта, поток запросов пользователей на передачу данных – это параметр лямбда, объем передаваемых данных – ню, и порог на время ожидания начала обслуживания – это эпсела. Максимальное число одновременно обслуживаемых запросов – n, для краткости будем называть объемом ресурса. И основные обозначения представлены на слайде. На защиту выносятся три положения, последовательно представленные в докладе. Первое положение заключается в том, что разработанная модель с фиксированной политикой перераспределения ресурса по сигналу контроллера позволяет рассчитать показатели эффективности динамической нарезки сети, например, вероятность перераспределения ресурса по сигналам контроллера. Ранее рассматривали системы с перераспределением ресурса при каждом изменении состояния системы. Для модели с одним сегментом вид стационарного распределения вероятностей числа запросов пользователей представлены утверждением 1. Для модели с двумя сегментами сети функционирования системы описывает случайный процесс XRT, который состоит из шести компонент. Объем ресурса для каждого сегмента M1, M2, число запросов на ресурсе N1, M2 и число запросов в очереди R1, R2. Объем ресурса N между M1 и M2 может меняться во времени по алгоритму 1, но только при поступлении сигнала контроллера. При этом алгоритм ориентирован на максимальное занятие ресурса. На пространстве состояния случайного процесса введем лексикографический порядок 1 по числу суммарных запросов в системе. Тогда матрица интенсивности переходов представима в блочно-трехдиагональном виде 2, а ее размерность вычисляется по формулам 3. Тогда стационарное распределение вероятности и состояний модели с фиксированной политикой перераспределения ресурса можно вычислить в матричном виде, где подвектора ПК, который соответствует блоку матрицы интенсивности перехода, вычисляются по формулам 4 и 5, а сами матрицы вычисляются подкурентным соотношением 6. Как я упоминала ранее, для базового оператора интерес представляет выбор интенсивности поступления сигналов, при этом необходимо учитывать показатели как базового, так и виртуальных операторов. На примере двух услуг, групповая передача данных и просмотра веб-страниц, проиллюстрирую решение такой задачи. В качестве показателя эффективности базового оператора выбирается вероятность того, что при поступлении сигнала контроллера произойдет перераспределение ресурса. В качестве показателя виртуальных операторов выбирается вероятность блокировки запросов пользователей. Задача выбора интенсивности поступления сигналов контроллера может быть задана разными способами, в зависимости от того, какой из показателей более приоритетен для базового оператора. На данном слайде представлены проекции, перечисленных ранее трех показателей на плоскость XY. По оси X отложена интенсивность поступления сигналов контроллера. По оси Y соотношение K между потоками интенсивности потоков запросов пользователей. Три проекции накладываются друг на друга на крайнем правом графике. Например, если требуется минимизировать вероятность блокировки, то выбирается значение дельта, которое соответствует правой границе интервала. Перейдем к положению 2. Оно заключается в том, что разработанная модель с управляемым выбором перераспределения ресурса позволяет настраивать параметры динамической нарезки сети. Напомню, что стратегия перераспределения ресурса в модели положения 1 была нацелена на максимальное занятие ресурса. Для того, чтобы учесть еще два показателя, это соответствие начальному распределению и доля результативных сигналов, опишем функционирование системы в виде марковского процесса принятия решения. Такая система массового обслуживания называется управляемой. При этом пространство состояний данного процесса эквивалентно модели положения 1. В данном случае под стратегией управления перераспределения ресурса в каждом конкретном состоянии будем понимать новый объем ресурсов для первого сегмента при наступлении любого случайного события. Тогда множество допустимых стратегий управления задается в виде утверждения 3, а матрица интенсивности перехода в Q будет зависеть от заданной стратегии. Три показателя эффективности, три принципа эффективности нарезки ресурса заложены в функции вознаграждения в формуле 9. Функция среднего вознаграждения также будет зависеть от заданной политики и задается лемой 2. Тогда задачей является поиск оптимальной стратегии, которая максимизирует вознаграждение. Для уменьшения вычислительной сложности в поиске оптимальной стратегии был применен итерационный алгоритм Говарда 2. Получен бит 12 систем линейных уравнений относительно оценок вознаграждения получаемого в единицу времени. На каждой итерации улучшение стратегии производится по соотношению 13. Перейдем к положению 3. Оно заключается в том, что разработанная дискретно-силитийная имитационная модель позволяет рассчитать интенсивность поступления сигналов патронеров. Вспомним модель положения 1. Для того, чтобы учесть в случае большего числа сегментов, была построена дискретно-силитийная имитационная модель. Алгоритм 3. Перераспределение ресурса также нацелен на максимальное занятие ресурса, но и на равномерное занятие простаивающих ресурсов. Исследуемые показатели эффективности соответствуют трём принципам эффективности нарезки сети. Это коэффициент соответствия начальному, начальной нарезке формулы 14, коэффициент результативности сигналов формулы 15 и коэффициент использования ресурса формулы 16. Интенсивность поступления сигналов контроллера будем искать, максимизируя сумму этих коэффициентов. На данном слайде представлен численный анализ для пяти виртуальных операторов. Из графика А можно наблюдать, что все коэффициенты, кроме одного, гамма, это использование ресурса, возрастают при увеличении интервала между поступлениями сигналов контроллера. Пусть задан порог на значение гаммы, который изображен фиолетовой прямой. Тогда максимальное значение коэффициентов будет достигаться при интервале равном 200. На графике В изображено распределение ресурса для пяти виртуальных операторов для этой интенсивности. Таким образом, в диссертации были получены следующие результаты, которые соответствуют положениям, выносимым на защиту. Для краткости, зачитывать их не буду. В ходе работы были опубликованы десять научных трудов, в том числе пять из базы данного скопа. Спасибо за внимание. Я доклад окончила. Добро пожаловать. Спасибо. Вы садитесь на место. Когда будут вопросы, вы вставайте, отвечайте и садитесь обратно. Теперь переходим к вопросам. Пожалуйста, какие будут вопросы к соискателю? По докладу. По докладу, естественно. Пожалуйста, представьтесь. Пациентка кафедры церкви вероятностей и фибербезопасности Маркова Екатерина Викторовна. Анастасия, скажите, пожалуйста, вот судя по вашему докладу, ваши основные результаты были представлены все во второй и третьей главе. В первой главе у вас были представлены какие-то первоначальные результаты. Могли бы вы пояснить, в чем они заключались? Я тебе и покажу. Спасибо за вопрос. Я, наверное, отнесу на слайд с углавлением работы. Действительно, глава 1 содержит результаты предварительных исследований. Сначала для модели с одним сегментом было получено распределение вероятностей для Буассоновского потока первого и второго рода и построена дискретно субъективная имитационная модель. А потом для модели уже с двумя сегментами были рассмотрены два частных случая. Это с полным разделением ресурсов, когда фактически сигналы отсутствуют. И с бесконечной интенсивностью поступления сигналов контроллера, когда перераспределение ресурса может происходить при каждом изменении состояния системы. Также в главе 1 был исследован вопрос управления доступом к ресурсам в виде управляемой системы массового обслуживания. И аппарат был применен уже в главе 3. и здесь также была построена имитационная модель. Большое спасибо. Удовольствия на него ответа. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, представьтесь. Каким вам такой день? Можно открыть пятой агитанский лимитационный слайд? Почему у вас функции вознаграждения имеют разные размерности? Коэффициенты 3 коэффициента входят в функцию вознаграждения с некоторыми весами C1 C2 и C3 и таким образом функция R S фактически является взвешенной с функцией. При этом сами веса C1 C2 C3 показывают относительную важность каждого из коэффициентов для самой функции вознаграждения. Следовательно, единая размерность самой функции достигается за счет разной размерности этих весов C1 C2 и C3. Удовольствия принадлежит ответ. Есть ли еще вопросы? Есть ли вопросов нет? тогда слово предоставляется научному руководителю соискателя Ирине Андреевне Почетковой. Ирина Андреевна, пожалуйста, только про соискателя, про работу не надо говорить. Хорошо, спасибо. Мы с Анастасией прошли долгий путь, начиная от ее учебы в бакалавриате, начиная с первого курса. Анастасия училась по направлению бизнес-информатика и в течение бакалавриата мы исследовали бизнес-процессы и в выпускной работе были какие-то минимальные математические формулы. В магистратуре уже было направление связано с фундаментальной информатикой, там уже переключились на тематику связанную с беспроводными сетями. С коллегами Анастасия по кафедре исследовала по такому управлению доступом к радиоканалу и вот в аспирантуре уже новая тематика была. По работе, как вот все это время работала в аспирантуре, могу отметить, что Анастасия всегда все задания выполняла срок, очень дисциплинированной была и студенткой, и аспиранткой, аспирантом. Также могу сказать, что активно принимала участие не только в исследовательской деятельности, которой мы с ней занимались, но и в управлении исследовательской деятельности в части научных проектах. Она была по трем, даже четырем проектам ответственным исполнителем, где я была руководителем, ну и тоже по кафедре по некоторым проектам. Я очень рада, что Анастасия выбрала свой творческий и трудовой путь в Рудерине на нашей кафедре, и надеюсь, что вы продолжите дальше развиваться в части научно и в педагогическом плане. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Есть ли вопросы, или нет? Если вопросов нет, тогда слово для оглашения отзывов, полученных на автореферат, предоставляется ученом с Китрюсовета Анастасия Вячеславовна Думидова. Анастасия Вячеславовна, пожалуйста, автореферат отзыва. В деле имеется заключение организации Федерального государства на автором образовательном учреждении высшего образования Российского Университета Дружбы Народов и Министерства Слухова принятое на заседание кафедры вкладной информатики теории вероятностей, где была выполнена данная декритация по содержанию и заключению положительной. Также в Совет вступили четыре отзыва на автореферат. Все отзывы положительные. Если вы не возражаете, я сделала краткий обык. Первый положительный отзыв на автореферат вступила Крашкова Светлана Владимировна, доктор фистематологических наук, доцент, профессор отделения математики и математической физики Дон Национального исследовательства Томского Политехнического Университета. В отзыве отмечена актуальность решаемых диссертаций задач и полученный научный результат. В качестве замечания указано, что время два время надо управлять системой Массовского Светлана. Задача данного класса при определении рисков и цены учитывается как потери за переход из состояния и потери за пребывание в состоянии. Однако для определения функции среднего оборудования авторогранили сейчас только стоимость пребывания в состоянии. Мы не объясним, почему не учитываются стоимость за переход из состояния в состоянии. Работа включает в себя анализ модели наброски ресурсов для двух виртуальных операторов. Однако часто встречаются случаи большего числа сегментов. Возможно для расширения исследований модели для случая трех или более сегментов. Первый положитель отзыв приступил от Вархадова Маиса Паша Абле доктора технических наук главного научного сотрудника заведующего лабораторию автоматизированных систем массового обслуживания и обработки системы наук на среде проблем управления монетропейзникова РАН. Отзыв дана характеристика решения десертации задач и в качестве замечания указано, что в алгоритме 1 представлена процедура нахождения оптического аналитика деления ресурсов при коже модифицированной алгоритма Коварда, предполагающего поиск решения, который явно улучшает являться улучшением исходного. Для этого автор подбирает начальное решение, однако не обосновывает его выбор. Также в главах 2 и 3 при построении модели следовало бы учитывать вооруженность изменения приоритета услуги в течение времени. Третий положительный отзыв поступил от Степанова Михаила Сергеевича, кандидата технических наук, доцента доцента кафедры связи и системы мутации Московского технического университета связи и информатики. Вот уже данная положительная оценка реферата и указано следующее замечание. В утверждении 3 определяется компонент марковского процесса решения в непрерывном время. Функция наградения состоящая с 3 слагаемыми. Эти слагаемые имеют отличные единицы измерения. В автореферате сложно недостаточно полно. Почему используют такие размерные компоненты? И последний четвертый положительный отзыв поступил от Пшеничникова Анатолия Павловича, кандидата технических наук, доцента профессора кафедры сети связи, системы коммутации Московского технического пустяц связи интерматики. Возвращая данная положительная оценка автореферата в целом и в качестве недостатка в том, что рисунок 3 в черно-белом представлении плохо читается. Большое спасибо. Теперь слово для ответа на замечания. Предоставляйте все искать. Пожалуйста. Да, спасибо. Со всеми замечаниями согласна. Наверное, начну комментировать замечания профессора Фархадова. В итерационном алгоритме начального решения было выбрано то, которое соответствовало бы одной из компаний функции вознаграждения. И при этом это же было выбрано принцип максимального занятия ресурсов и на основании его же был построен алгоритм положения 1. Что касается замечаний профессора Рожковой, три компонента функции вознаграждения входят, связанные с нахождением состояния системы. И если бы мы хотели учесть задержку на принятие решения, ее можно было бы отразить как раз функции вознаграждения в виде стоимости за переход из состояния состояния. И наконец можно было бы расширить разрабатываемые модели, при этом необходимо было бы уточнить алгоритм перераспределения ресурса, который из основы можно было бы взять тот, который использовался в мониторе. со всеми остальными замечаниями я согласен. Большое спасибо. Есть ли вопросы к соискателю по ответственным замечаниям? Если вопросов нет, тогда переходим к заслушиванию официальных оппонентов. Слово предоставляется первому оппоненту, доктор физико-математистик Моисеева Александр Николаевича. Прошу вас, Александр Николаевич. Добрый день, коллеги. Я кратко характеризую саму работу. Мне она очень понравилась. В общем, выстроена достаточно стройно, логически и рассматриваются актуальные на сегодня проблемы в области моделирования соответствующих процессов телекоммуникаций. Что хотелось бы отметить, в чем заключаются основные достижения и новизна данной работы. На мой взгляд, это предложенные математические модели массового обслуживания с наличием контроллера, который генерирует потоки сигналов для того, чтобы проводить вот эти самые проверки и расчеты в нужные моменты времени и управлять соответственно трафиком. Второе, это управляемая система массового обслуживания. для решения задачи оптимизации пропускной способности в сетях с нарезкой частот, соответственно, и также вовлечение в процесс оптимизации новых параметров, связанных как раз с этим новшеством, так сказать, моделью контроллера внутри системы массового обслуживания. И, на мой взгляд, данные подходы, если не на данном этапе, когда-то в будущем, после определенного развития и приближения с практикой, позволят нам с вами применять их для оптимизации и обеспечения высокой пропускной способности в системах телекоммуникации при наличии ограничений на радиоресурсы. Диссертационная работа представляет собой хорошо оформленную логично структурированную работу. Есть некоторые замечания у меня. В частности, например, на странице 34 диссертации приводится следующее утверждение из рисунка 1.15 следует, что число пользователей в очередях моделей с динамической нарезкой ресурсов будет стремиться к балансу благодаря использованию нарезки. Из контекста непонятно, что подразумевается под этим самым балансом для числа пользователей в очередях, а на рисунке 1.15 на мой взгляд не очень хорошо видно стремление этого показателя к некоторому балансу. Второе замечание. В доказательстве утверждения 1.4 на странице 40 сказано, что критерием оптимизации является сокращение среднего числа запросов видимо присутствующих системе в стационарном режиме это не указано в работе. Однако ранее на странице 37 при постановке задач критерий сформулирован как минимизация стоимости обслуживания и времени ожидания начала обслуживания. Эквивалентность этих критерий вообще говоря требует строгого доказательства которое в работе не приводится. А если все же выбран критерий который указан ранее на странице 37 то тогда на мой взгляд утверждение 1.4 его доказательства не имеет смысла так как функция вознаграждения 1.8 обозначенная диссертацией этим номером получается по определению. То есть просто является математической записью данного критерия. Третье замечание в утверждении 2.1 главы 2 представлена матрица интенсивности перехода случайного процесса в блочной трехдиагональном виде блоки матрицы заданных соотношениями исходя из особенностей функционерной системы. Хотелось бы чтобы был приведен их явный вид. Также в диссертации имеется небольшое совершенное количество опечаток и используются немного вольные формулировки например при увеличении поступающих потоков на странице 67 имеется ввиду увеличение интенсивности поступающих потоков. Также в формулировках утверждений ЛИМ касающихся функции вознаграждения других результатов не указано для какого критерия оптимальности и каких ограничений на систему сформулировано соответствующее утверждение. Указанные недостатки считаю не снижают общей научной новизны теоретической и практической значимости данной работы и мои положительные оценки. Считаю что диссертацией является законченной научно-квалификационной работой в которой содержится решение новой научной задачи управления динамической нарезкой радиоресурсов имеющей важное значение для создания беспроводных сетей новых поколений. Работа соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям на сыскание ученой степени кандидата физико-математических наук и считаю что ее автор Власкина Анастасия Сергеевна заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика кибернетика. Николай Николаевич там у вас клаузов которые упоминают наш хорошо повторить ее обязательно зачитать тогда работа соответствует требованиям предъявляемой диссертации на сыскание ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней федеральным государственно-автономным образовательным учреждения высшего образования Российский университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы утвержденного ученым советом Рудуин протокол номер 12 от 23.09.2019 года Большое спасибо Будут ли вопросы к Александру Михайловичу? Если вопросов нет тогда просим соискателя вы можете сесть конечно соискателя ответить на замечание Александр Николаевич спасибо за замечание со всеми замечаниями согласна прокомментирую первое и второе Действительно не совсем удачно сформулирована фраза имелось ввиду что несмотря на увеличение интенсивности потоков запросов на первый сегмент при динамическом перераспределении ресурса длина очереди растет не так быстро как для статичного распределения ресурса за счет того что первый сегмент объем первого сегмента был увеличен по второму замечанию ну и конечно да то есть длины очередей следовательно будут стремиться становиться близки друг другу и по второму замечанию действительно нужно было более четко сформулировать переход при доказательстве утверждения сформулировать переход от критерия на странице 37 к функции вознаграждения 1.8 за счет упрощающего положения со всеми остальными ясно большое спасибо удовлетворение в ответ спасибо это одно слово представляет второму оппоненту кандидата физико-математических наук Агееву Кириллу Анатольевич Кирилл Анатольевич пожалуйста Добрый день участники заседания ознакомился с диссертацией Елена Алексеевна Сергеевна тема для меня очень интересная она является развития темы по которой когда-то я защищал диссертацию считаю что тема очень актуальна в условиях нынешнего развития услуг и сервисов предоставляемых беспроводным сетям с разрешением членов совета я бы хотел перейти к замечаниям так как все озвученное уже все уже было ранее озвучено можно дальше к работе имеется ряд замечаний первое это в диссертационной работе моделируется процесс передачи данных в беспроводных сетях считаю что следовало бы использовать ресурсные СМО чтобы учесть разную удаленность пользователей от базовых станций второе замечание в главе 3 применяется итерационный алгоритм поиска оптимальной стратегии перераспределения ресурсов следовало бы оценить выигрыш вычислительной сложности итерационного алгоритма по сравнению с проскан переходом и третье самое незначительное в диссертации имеется ряд печаток и стилетических погрешностей например следовало бы использовать термин ресурс в единственном числе в контексте управления перераспределением ресурса так как имеется ввиду вид ресурсов опускная способность отмеченные недостатки не снижают научную ценность полученных в диссертационной работе переходу к заключению диссертационное исследование Пласкина и Анастасии Сергеевны на тему модели с эластичным трафиком и сигналами для анализа и расчета показателей эффективности нарезки сетевых ресурсов является законченной научно-квалификационной работой в которой содержится новое решение научной задачи анализа эффективности нарезки сети и обслуживания пользователей разных услуг имеющие важное значение при разработке подходов управления радиоресурсами беспроводных сетях работа соответствует требованиям предъявляемым диссертациям на соискании в ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждений ученых степеней федеральным государственным автономным образователем учреждений высшего образования Российский университет дружбонародов имени Патриса Лумбы утвержденного ученым советом РУДН протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года а ее автор Власкина Анастасия Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика и кибернетика Большое спасибо Есть ли вопросы Кириллу Анатольевичу? Если вопросов нет можете садиться Пожалуйста просим вас ответить на замечания официального оппонента Кирилл Анатольевич спасибо за замечания за всеми замечаниями согласна По первому замечанию можно сказать что в первую очередь работа была нацелена на исследование механизмов динамической нарезки сети однако специфику беспроводной среды можно было бы далее изучить используя аппарат ресурсных систем маслообслуживания При этом сейчас можно предположить что нужно будет модифицировать матрицу интенсивности переходов в разрабатываемых моделях в части элементов которые отвечают за поступление запросов пользователей и они будут умножены на вероятность того что запрос будет получен По второму замечанию да действительно следовало бы посчитать вычислительную сложность при этом для при этом для итерационного алгоритма и для простого перебора главным отличием является число итераций которые требуется сделать для того чтобы найти оптимальную стратегию при этом для простого перебора вычислительная сложность будет зависеть от размерности множества допустимых стратегий а для итерационного метода оптимальную стратегию можно найти за несколько итераций со всеми остальными я согласна большое спасибо удовлетворю для официального оппонента спасибо к сожалению третьего официального оппонента доктора физико-математического парамонова Александра Ивановича нет но в деле имеет целый отзыв поэтому попросим Василия Вячеславовна зачитать отзыв официального оппонента он из официального оппонента диссертационной работы у вас и Анастасия Сергеевна с темой диссертационного исследования развитие сетей связи направлено на повышение пропускной способности сокращения задержки доставки данных и повышение количества обслуживанных устройств эти задачи решаются на очевидном шагах в шагах борются сетей связи при переходе к системе этого поколения эти шаги связаны с решением комплекса задач на все устройства и связи обеспечивают повышение основных показателей функционирования таким задачей совершенствования аппаратно-технической проекта методов обзорительных применяемых при решении задач предоставляемых услуг сетей 5G существует расширяет возможность в части обеспечения качества обслуживания трафика что позволяет реализовывать новую учебу с повышением требований отпускной способности времени доставки данных для достижения этих возможностей требуется решение задач распределения ресурса адекватное распределение ресурсного входа различных требований качество обслуживания со стороны услуга странным услуг позволяет получить эффективность в истории и обеспечить требования качества. Предлагаемые диссертационные работы в Ласкене, в связи с регионом принципы оценки эффективности на резких ресурсов, позволяют осуществить выбор качества перераспределения ресурсов в точке зрения обеспечения гарантии с классными в качестве обслуживания максимального использования ресурсов и вероятности инициализации перераспределения ресурсов по сигналу контроля. С учетом вложенного выше, считаю, что тем диссертационные работы в Ласкене и Анастасии и Сергееве является крайне актуальной и полностью соответствует специальности агентства, теоретической информатики и кибернетики. Характеристика содержания диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из трех глав, каждая из которых посвящена определенным аспектам динамической нарезки ресурсов в беспроводных сетях 5G и 6G. Далее приводится характеристика каждой отдельной главы, то есть там введение и заключение. Достоверность и нарезна результатов диссертации. Для обеспечения достоверности результатов диссертации автором был проведен анализ и литературных источников, в том числе и спецификации, связанные с технической технологией нарезки ресурсов в беспроводных сетях 5G и 6G. Достоверность полученных результатов подтверждает согласие на результаты полученных методами аналитического инновационного модулирования, использования адекватных автоматических методов и зарекомендовавшихся до средств инновационного моделирования. Также достоверность и нарезна результатов подтверждает их обрабатывание всероссийских международных конференций. Научная новизна и исследования состоят в следующем. Авторам разработали новую модель динамической нарезки радиоресурсов в виде системы массового обслуживания с эластичным трафиком, работающих по инициативе контролера, что повышает ее адекватность по отношению к реальным системам по сравнению с другими известными моделями. Разработанная автором модели, управляемая системой массового обслуживания описывает выбор количества ресурсов для динамической нарезки, в отличие от известных моделей, фиксированной и стратегии с использованием методов машинного обучения. При решении задачи über частоты объема перераспределения ресурсов, автор учитывает займенность ресурсов, соответствую распределения ресурса, соглашение о качестве услуживания, вероятность перераспределения ресурса, поинцет었던 контролером. Степень достоверности, научных положений, выводов и рекомендации сформулированных диссертаций. Научные положения, содержащиеся в диссертации, достоверны и логично аргументированы. Результаты численных экспериментов были подтверждены анализом данных, их в сопоставлении с результатами ампилитических моделей и результатами, полученных близких по тематике исследований. Выводы полученной диссертации являются обоснованными и достаточно полно отражают полученные результаты. Полученные результаты в работе вывода и рекомендации могут быть использованы в научных исследованиях, а также задачи к оптимизации при разработке протоколов, использующих на ряду ресурсов. Ценность полученных результатов для науки состоит в том, что авторам расширят на модельную методологическую базу для сети 5G последующих поколений за счет разработки новых моделей методов, обеспечивающих повышение эффективности использования ресурсов в сети и качества отслуги. Ценность полученных результатов для практики состоит в возможности применения при проектировании и оптимизации сетей связи, рекомендационных компаний для провайдеров интернет-услуг. Также математические модели, основные положения, результаты диссертационной работы опубликованы, опробированы на международном и всероссийском уровне. Всего авторам опубликовано 10 научных работ, в том числе 5 статей в издании с корпусом Apple Science, 1 в издании или рекомендованном перечне 2, 2 свидетельства о государственной диссертации программ БИВМ. Автореферат диссертации достаточно подробен, приведенный к нему материологичный, достаточно полный отражает содержание работы. Приведенный в автореферате выводы отражает все основные результаты работы, которые включают в себя результаты учительных экспериментов и анализу данных, касающихся эффективности на вельских сушах. Оформление реферата, автореферат соответствует требованиям. И замечания по диссертационной работе. Первое замечание. В рассматриваемой работе на странице 19 автор делает допущение по условностям входящим потокам. Такое допущение вполне возможно. В автору следу было бы описать условия, в которых входящий поток достаточно точно можно описать такую модель. Без этого данное допущение выглядит колославным и необоснованным. Главы 2 и 3 автора насматривают модель нарезки сети, где контроль периодически отправляет сообщение для проверки необходимости перераспределения ресурсов. При этом в системе не учитывается время задержки на принятие решений о перераспределении ресурсов выбранного в объем. Ключевая особенностью нарезки сети является изоляция сегментов, что упоминается в главе 1. Однако в работе не было достаточно ясно описано, каким образом она обеспечивается в использовании модели. И при определении показателя эффективности нарезки ресурсов автором используется термин «успешный сигнал контролера» и определение сигнала, который придет в перераспределение ресурсов. Однако при специализации доступа к ресурсам в беспроводных сетях сигнальное сообщение играется успешным, если оно получено конечным вопросом. В этом случае следовало бы использовать другое термин. Тем не менее, указанные замечания не снижают нашу практическую ценность диссертации и не влияют на основные положения. Заключение. Диссертационное исследование Баскина и Анастасия Сергеевна телемо-модель с эластичным тропином сигналом для анализа и расчетов показателей эффективности нарезки сетевых ресурсов является законченной научной коллекционной работой, в которой содержится новое решение научных задачи анализа перераспределения ресурсов в беспроводных сетях, имеющие важное значение при проектировании и оптимизации сетей управления ресурсами. Работа соответствует требованиям предъявлениям диссертации и сыскания ученых степеней публикации математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 «Положение присутствия ученых степеней в Российском университете дружбы народа», утвержденного ученым Советом РДМ, протокол на 12-го, 23 сентября 2019-го года. Ее автор Власкина Анастасия Сергеевна заслуживает присуждение в ученых степени кандидата физико-математических наук по специальности 1-2-3 теоретическая информатика и директора. Официальный оппонент доктор технических наук, доцент профессора кафедры связи и передачи данных Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Боня Бреевича Парамонов Александр Иванович. Большое спасибо, Анастасия Вячеславовна. Слово для ответа официального оппонента по изоляции СККИ. Со всеми замечаниями Александра Ивановича согласна. Начну комментировать третье. В контексте изоляции сегментов показатели эффективности нарезки сети в работе не исследовались. Однако с точки зрения пользователей виртуальных операторов под изоляцией можно понимать не нарушение порога на показатели обслуживания пользователей. При этом в работе рассматривались вероятности блокировки. И также если рассматривать во времени, то в разработанных моделях имеются интервалы времени, когда изоляция выполняется и когда нет. При этом алгоритмы в работе ориентированы таким образом, чтобы сократить этот интервал, когда изоляция не выполняется. Так, например, один из показателей эффективности нарезки ресурсов – это максимальное занятие ресурса, что отражено в главе 2 в виде алгоритма перераспределения ресурса, а в главе 3 в виде функции вознаграждения. По второму замечанию, действительно, в работе мы пренебрегаем с задержкой на время принятия решения, и это следовало бы изучить в дальнейших исследованиях. Со всеми остальными замечаниями согласны. Большое спасибо. Теперь мы переходим к дискуссии. Есть ли желающие выставки в дискуссии? Совсем коротко, коллеги. Настя, я просто перечислю, кто она в этом университете. Во-первых, она работает в Управлении науки и инноваций в университете. Во-вторых, она ассистент на кафедре нашей. В-третьих, она заместитель директора института по науке, то есть мой заместитель. И вот она дошла до защиты. Ну, я считаю, этого достаточно для ее личных характеристик. Но вообще, я считаю, что она входит теперь в фонд золотой молодежного кадрового резерва университета. И как выпускник физмата. Потому что выпускников физмата там становится все меньше и меньше. И я считаю, что Настя, конечно, очень достойный человек. От учителя она переняла одну манеру на одном слайде излагать четыре. Вот, это давно было сказано Рейна Андреевна. И она достойна. И я буду голосовать за присуждение ей ученой степени. Спасибо большое. Большое спасибо, Костя Евгеньевич. Если еще желающие выступить, пожалуйста, Елена Васильевна. Если можно со своего места выступать, Елена Васильевна. Уважаемый председатель, глубоко уважаемый член диссертационного совета, я хочу сказать о научной составляющей этой работы. То, что в сетях пятого поколения, в сетях 5G, востребована технология нарезки ресурсов, да, это несомненно. В сетях 6G еще больше. Не будут работать эти сети без применения этой технологии. Но, и совершенно правильно, один из оппонентов Кирилл Анатольевич сказал, что теория ресурсных систем массового обслуживания, разработанная, ну, вот, не далее, чем два года назад, в 21-м году, вышла монография в издательстве Шпрингер профессора Самолова с авторами по теории ресурсов СМО. Она действительно сюда очень хорошо подходит, этот аппарат. Однако, я хочу обратить ваше внимание на то, что в работе Анастасии исследована динамическая нарезка радиоресурсов. То есть, тот момент, когда следует провести перераспределение ресурсов, это отдельная, достаточно сложная задача. И Анастасия этот критерий, который должен быть прописан в коммутаторе, в узле сети 5G или 6G, предложила и детально исследовала в своей работе. Поэтому результаты являются значимыми. Ну, а то, что делает Анастасия для кафедры в плане организации научной работы, каждый сотрудник кафедры чувствует. И я в том числе чувствую, и мы благодарны Анастасии за эту организаторскую научную работу. Поддерживаю работу и призываю членов Диссовета тоже поддержать работу Анастасии. Спасибо. У меня все. Большое спасибо. Еще желающие есть? Желающих нет? О! Конечно, но вас не видно, как всегда. Можете с места? Нет. Чтобы вы видели. Про Анастасию, конечно, очень хочется много сказать, но постараюсь коротко. Анастасия Сергеевна, она была одной из первых студентов, которая заканчивала направление бизнес-информатики. И ее всегда звучало, ее стремление решать поставленные перед ней задачи. Она всегда все старалась сделать очень четко и очень аккуратно. Бизнес-информатика, то направление, на котором она училась, это более экономическое направление. И как бы напрямую оно не было связано ни с теорией массового обслуживания, ни с математической теорией телетрафика. И поэтому основы и все остальное Анастасия изучала в магистратуре и в течение аспирантуры. И я считаю, что, конечно же, со всеми этими задачами она справилась на отлично, как показывает ее диссертация. В аспирантуре Настя также вела занятия о направлении бизнес-информатики, бизнес-процесса долгое время. В настоящее время она является ассистентом на нашей кафедре. И помимо этого она ведет занятие теорию вероятности как раз о направлении прикладная информатика. Я считаю, что за период ее написания диссертационной работы она прошла очень большой путь в плане как научной работы. С очень многим разобралась, получила очень хорошие результаты, качественные. И при этом также большой путь что в науке, что в учебной, в образовательной деятельности по работе со студентами. Потому что также в этом году под ее со-руководством будут защищаться два бакалавра. Я считаю, что это очень хороший результат. Конечно, работу я поддерживаю и считаю, что Анастасия Сергеевна заслуживает присуждение степени кандидатов из МАТ-наук. Спасибо. Спасибо. Есть желающие? Желающих больше нету. Тогда соискация предоставляется заключительное слово. Я бы хотела выразить огромную благодарность председателю, члену диссертационного совета за рассмотрение моей работы. Огромную благодарность официальным оппонентам, которые очень детально изучили мою работу. И самые теплые и с огромной благодарностью слова это моему научному руководителю Кочетковой Ильине Андреевне, которая наставляла на каждом этапе подготовки диссертации, да и до диссертации. И огромную благодарность я бы хотела выразить моим близким, которые поддерживали меня на всем этом пути и всем сегодня присутствующим. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе. Гайда Макоэль Васильевна, Щекин Евгений Юрьевич и Михаил Дмитриевич. Все, нет ли возражений? Если возражений нету, то ставлю на голосование, кто за. Против, воздержался, принято единогласно. Теперь у нас перерыв на тайное голосование. Прошу остаться только членов диссовета, а всех остальных недалеко выйти в коридор. Прошу остаться только членов диссертации. Хорошо. Спасибо. и конечно все что я смотрю сериалы всякие ты как журн, я только начала заняться процессами Ну все, все проголосовали, давайте распаковываем ящичек. А, вот, только Валентин, мы еще, давайте, давайте. Есть, что-то обходить. Это очень... Валентин, мне ручку не дали, я понимаю. Один и ящик. Так, я здесь, да, во всех четырех. Так, все, все. Надо это вскрывать, посередине. Да, вскрывайте. Внизу торчается. Вытаскиваю и считаю. Раскладываю. Технически наш совет теперь с этой защиты посчитали меньше часа. Имеет пропускную способность три защиты за раз. Но это зависит от здоровья членов совет. Вообще говоря. Восхищен оппонент первый тем, как вы ведете защиту. Настолько четко. Мы включаем. Восхищен оппонент первый тем, который сразу к финалу перешел. Александр Павлович. Восхищен оппонент. Да. 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 Имеет пропускной комиссии, пожалуйста. Расписывайтесь. А нажму к ней что-то. Игорь Юрьевич. Субтитры делал DimaTorzok Слово предоставляется председателю счетной комиссии Иерусина Гайдамакова. Протокол номер один – доседание счетной комиссии при диссертационном совете ПДС-0200.006 от 17 ноября 2023 года. Состав диссертационного совета утвержден в количестве 15 человек. Присутствовал на доседании 10 членов совета, в том числе докторов по специальности рассматриваемой диссертации, 3. Роздано бюллетеней 10, осталось нерозданными 5, оказалось в урне 10. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата физико-математических наук Власкина Анастасия Сергеевна. За 10, против 0, недействительных бюллетеней 0. У меня все. Большое спасибо. Кто за утверждение протокола счетной комиссии, прошу голосовать. Кто за, против, воздержался, принято единогласно. Таким образом протокол принят. Теперь нам нужно принять заключение по рассмотрению диссертации. Проект заключения был роздан членам диссертационного совета. Есть ли какие-нибудь замечания или дополнения, изменения. Если замечаний и дополнений нет, то прошу голосовать. Кто за, принятие текста заключения. За, против, воздержался, принято единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на сыскание учета степени кандидата физико-математических наук, представленная Власкиной Анастасией Сергеевной, является научно-поликвизационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи построения моделей с нетерпеливым, эластичным трафиком и минимальной скоростью передачи для анализа расчета показателей эффективности динамической нарезки сети по сигналам беспроводной сети, имеющие важное значение для анализа эффективности беспроводных сетей с нарезкой сетевых ресурсов. Работа отвечает всем требованиям, диссертациям на сыскание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3. Теоретическая информатика и кибернетика согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российской университет дружбы народов, утвержденного ученым светом РУДН протокол номер 11.2.3.09.2019 На основании тайного голосования Власкиной Анастасии Сергеевны присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3. Теоретическая информатика и кибернетика. Есть ли у присутствующих замечания поведения заседания? Нет. Если замечания нет, то разрешите поздравить Анастасию Сергеевну с успешной защитой диссертации. Спасибо.